Итак, ребятки, всем привет! Начнём сегодня с Windows 10. Давайте его заразим. То есть сейчас я не скопировал этот файл DAT в папку Windows. Оно интересно, так запустим. Да ну не будет ничего, понятно. Тело вируса ж не переместил. Видите? Ошибка. Петечку не нашли мы. Но это я уже прикалываюсь. Так, поехали, работаем. Хорош дуреть. Помещаем Петьку в папку Windows. Давай, это десятка дуплит. Так, доки наши все работают, все проверил. Не будем сейчас время тратить. Единственное, может быть, смотрите, что мы ещё сделаем. Давайте вот этот осциллографы, архивчик. Прежде чем заразить, изменим его расширение. Давайте, к примеру, расширение сделаем, допустим, AVI. Вирус не трогает у нас это расширение. А потом, если надо будет, в этот архив зайдём. Опять расширение RAR сделаем. Вы мысль поняли мою? Ещё там ребята просили сделать 20 вложений папки. Ну давайте спрячем в 20 директорий. Так, сколько ж мы создали? Уже папок запутался. 9 только, ёлки-палки. Продолжаем шарахнуться. Легче расширение поменять. Всё, ребята, дальше длинный путь, видите? Дальше уже ошибка. И это у нас получилось. 18-я папка. А дальше десятка уже не может. Наверное, другая. Всё, видите? Ну ладно, давайте здесь хотя бы это скопируем туда. 18 вложений. Кинуло. Так, ладно. Сейчас что-нибудь туда накидаю. Что смогу. Видит, не хочет помещать эту папку. Только PDF. И этот. Ну может ещё Microsoft. Excel. Да ну ёлки-палки. Короче, ладно, ребята. Вот так оставим. Сейчас это неинтересно. Я думаю, никто не будет заморачиваться таким образом, спасать свои файлы. Ну бред, правильно? Что ещё сделать? Пока всё. Давайте запустим Петьку. Поехали. Всё, заразился. Заразилась ваша десятка. Ух ты, ёлки-палки. Видали? Найдены вредоносные программы. Защитник Windows удаляет это. Ну, блин, десятка даёт. А я думал, сейчас всё будет классно. Причём это без обновлений десятка. Видите, интернет порубанный ей. Поставил просто установку и всё. Смотрите, ребята. Ё-моё, спасло всё. Шарахнуться. А мы удалили её. Месяц назад были десятки у нас стояли. Так тормозили, задолбали они. Поудаляли. Семёрки назад поставили. Вот представьте, теперь что, десятку опять ставят? Нет, не буду. Всё равно не буду. Смотрите, ничего не заразило. Ёлки-палки, а. Ну так не честно. Значит, под десятку вирус не могут выпустить. Придётся доработать немножко как-то хакерам этот вирус. То есть, видите? Всё работает, зараза. Так, давайте перезагрузим. Тормозит, зараза, только так. Вот почему я десятку не люблю. Мы ставили нормальные версии там с Ладиком. Ну, вот это тормоза её. Для неё надо хороший компьютер. Денег нет. На классный комп. Ага. Вот так вот, ребята. Прерываю. Заразило. Сразу видели, там можно было, конечно, спасти документы. Ну, а в итоге всё равно заразило. Ну, вот так вот. Вот надо физически теперь диск взять. И мы сможем зайти на физический диск и посмотреть. Файлы остались хотя бы на месте. Винду-то прибило. Видите, VBR всё равно прописалось. А теперь надо не на виртуалке сделать, а на физической диске поставить десятку. Это в следующем видео мы сделаем. Так. А теперь смотрите. Здесь, в конце этого видео, в первом комментарии, там будет не мой комментарий, а, короче, чужой. Может быть, с таким же именем, как у меня. И он вам там... Я его закреплю сверху, этот комментарий. И там будет ссылка. И будет вот этот вирус с этим экзешником. Вот. И попробуйте на своих виртуалках. Поизвращайтесь. И под этим видео, наверное, давайте сделаем так. Вот под этим видео не буду удалять ничьи ссылки. То есть, давайте здесь... Каждый может на свой канал оставить ссылку. Только по существу. Снимайте вот именно, как вы с этим вирусом боретесь. И оставляйте под этим видео свои ссылки на свой канал. Ну и все будем заходить и смотреть, как у вас дела продвигаются. Так что все, получайте сейчас верь. Получайте ссылку. И поехали. Я надеюсь, поставите все же виртуалки там сами, без проблем. Если ну надо, видео сниму я чуть попозже. Сейчас просто времени не хватает, как ставить эту виртуалку, как все. В общем, просто и хорошо сниму вам видео, но чуть-чуть попозже. Еще интересные вещи с вами разберем. Вот тут ключик прислали. Вот можете попробовать. Вот видите ключ? Типа он разблокирует 5А. Ну, не верю. Ну вот, в принципе, сейчас вот у нас сработал 5А, и можно ввести этот ключ. Ну, давайте сейчас попробую. А еще вот, кстати, видите ключик? Вот такой. Прислали. Сейчас проверим. Ввел ключик, нажимаем Enter. Не подходит ключ. Так, вводим тот длинный наш. Так, ввели, ребята, код. Нажимаем Enter. Опа-на. И тишина. Опа-е-мое. Нет, не подошло. Да нет, ребята, я думаю, кода нет. Это все бред. И не будет, наверное, кода. Так, ну и смотрите, 3 компьютера в сети было. Мне заразило по сети. Блин, ребята, еще и соседский компьютер. Видите? Тут у меня все расшаренные папки у них. Там винду менять все равно будем. Поэтому как бы не страшно. Нам наоборот хорошо. В сети лишний компьютер не помешает сейчас для экспериментов. Поняли? То есть все равно я им буду виндов завтра менять. Там у них виндовс 8 стоит. И своих вире и так хватает там. Поняли? Вот это моих соседей компьютер. По сети. Ну не заразило, видите? Ничего не заразило. То есть, видимо, у нас не полный вирус, я так понял. Все равно это только тело, наверное, заражает по сети сам контейнер, в котором он приехал. Он распространяет. Наверное, как-то так. Так, ну и давайте скачаем для этой десятки обновление. Поможет ли оно не заразить этот компьютер? Так, ну и давайте поставим на нашу машину это обновление. Только мне так кажется, ребята, все равно компьютер сейчас заразится. Я так думаю, это обновление сделано специально, чтобы закрыть дырки по сети. То есть, когда по сети к нам вирус придет, мы защитим этим обновлением. Но сейчас мы это проверим. А мы же сейчас вручную заразим свой компьютер, правильно? А мы вручную в Windows поместим этого Петю в папку Windows и запустим. То есть, это, скорее всего, обновление. Только дырки закроют сетевые. Вот видите, тут у меня все вирусы на флешке. И все проги были, которые использованы в этих видео. Сейчас покажу, какие проги надо. Пока копируется обновление. Kirin's Boot, Acronis, виртуалка, плагин для виртуалки. А эту программу мы еще с вами тоже сделаем эксперименты в следующем видео. У меня было сейчас три компьютера в сети. Один заражаемый и два у нас, ну два физических были тоже в сети специально включил. Соседский компьютер экспериментальный тоже теперь у меня. Значит, не заразило таким образом. То есть, надо саму программу где-то найти. Вот, никто мне так до сих пор и не прислал. Прямо вот этот файл, который там или от Medoc приходил, или еще как-то приходил. Вот этот исполняемый файл мне, вот его не прислали никто. Само тело вируса только. Мы его активировали, но по сети он почему-то не заразил остальные компьютеры. Так, ставим обновление. Странно, ошибка вот такая вышла. Может интернет надо подкинуть? Ладно, сейчас дам ему. На, получи собака интернет. Может сейчас не будет ошибки. Я, честно говоря, не знаю. Я не доверяю вот этим всем обновлениям. Не хочу участвовать в этих играх. Меня устраивает семерка. Я там порубал все обновления, никуда она не выходит. Все ей закрыто, везде доступ. Работаю себе спокойно. Все быстро, все нормально работает. А вот это какие-то обновления, что-то делают с вашей виндой, без вашего ведома. Мне это достало уже. Хватит того телефона Android. Постоянно какие-то обновления, обновления-то оно достало. Я ему вообще интернет порубал своему, все, пошел он в задницу. Живут какой-то своей жизнью наши все устройства. Надоело уже это. И что там за обновления? Вы 100% уверены, что это все там классно? Может специально этот вирус сделали? Чтобы вы все попереходили на десятки. А там сами знаете, что нас дальше ждет. И так, не ставится обновление, видите? Может быть из-за того, что виртуальная машина. В общем, не знаю. Надо как-то этот вопрос решить. Ладно, тогда давайте, знаете, что попробуем. Раз у нас с этим обновлением нифига не получается. Опять же, еще раз напоминаю. Под этим видео можете выкладывать рекламы своих каналов. И не просто так реклама канала. Вот я в игрушки там играю. Посмотрите, как я в Майнкрафт. А вот именно по вот этой теме. Сделайте себе виртуалки. Поставьте вот этот. Внизу же будет мой однофамилец. Там скинет вам вирус. Поняли? Тело вируса. В самых верхних комментариях увидите. И вылаживайте на этом канале ссылки на свои видео. Попробуйте вы сделать вот это обновление. Под десятку или под семерку. Я попозже чуть-чуть тоже, конечно, буду это все делать. Но не успеваю. Поверьте, времени отнимает очень много. Фух, на улице хорошо, ребята. Так классно. Малинки сейчас пожрал. Видите, что-то у нас такое. Дождичку. Опять там в комментарии скажут. Елки-палки. Ни хрена не шарит. А лезет. Ну так снимите видео. Я же говорю. Давайте вот под этим видео. Я же не против. Ссылки ни у кого не буду там убирать. Оно там спам помещает, когда вы ссылки даете на свой канал. Но я обещаю. Я все ссылочки оставлю. И вы свое видео только по теме. Не просто так вот там наснимали на свой канал и все. А вот именно по теме этого вируса. Видео. И все. Я не буду закрывать. И посмотрим. А то так умники все. Вот там. Да я бы сейчас декомпилировал. Или еще что-то. Это дверь. Ну так снимите по существу. Никто ж не против. Ой, как классно, ребята. На улице. Прохладненько. Так вообще мне это лето нравится. Не люблю жару. Все, ребятки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok